Здравствуйте! Возможно ли с помощью висцерального массажа избавиться от храпов? Еще как! Представьте, что когда печень наша становится тяжелой, то есть она нарушается отток желчи, а это часто, если луковица 12-перстной кишки спазмируется из-за стресса, то нарушается отток. И вот нарушенный отток, он рефлексирует с нашим языком. А что же за рефлекс? Это корень языка. И вот оказывается, если у храпящего человека потрогать вот таким вот образом корень языка, то он всегда болезненный. Конечно, можно попытаться снять, каким образом? Взять, размять. Надавили, подержали, боль ушла. Надавили, подержали, боль ушла. Но это все равно временное явление, потому что вообще-то надо помочь печени, чтобы вот этот отек, который там, или накопление, это застой желчи в левой, в правой доле печени, это накопление стоячей крови так, и две с половиной тысячи обменных процессов, они нарушаются, конечно. И поэтому вот это все приводит к тому, что человек, ну, скажем так, и существуют другие реакции, о которых мы не говорим. Но вот первое, самое яркое, это корень языка. И обратите внимание, как только человек принял алкоголь, даже немножко, он начинает подхрапывать. Потому что любой алкоголь вреден для здоровья. Ни в одной энциклопедии вы не прочитаете, что алкоголь полезен. Ну, кроме, конечно, газет, каких-то журналов. Но я тоже согласен, что так как нам приходится работать с печенью, я могу сказать, что даже небольшое количество алкоголя обязательно нужно снять это состояние, продавить умело, для того, чтобы ночью не храпеть, не будить никого из окружающих. Так, теперь следующий вопрос. От чего могут быть полипы в желчном и можно ли от них избавиться? Вообще вопрос даже, ну, достаточно интересный, потому что с полипозами народ приходит. Но нужно отметить одну интересную особенность. Если, и здесь однозначно, конечно, нельзя сказать, но попытаться, те, кто смотрит, у кого есть полипы, можно. Дело в том, что мы наблюдали такое явление. Вот человек приходит, у него полип в желчном пузыре, и одновременно у него папилломы на шее, папилломы подмышками. Ну, и он спрашивает, Александр Тимофеевич, ну, что можно сделать, чтобы избавиться от них? Ну, естественно, я не беру то, что живот мы с животом работаем, улучшая микроциркуляцию, улучшая, опять же, кровообращение в области печени, самого желчного пузыря, застои убираем. Но самое интересное, когда он начинает принимать полынь, а полыни разновидностей очень много, начиная с полынь цветварная, полынь таврическая, то вот здесь вот возникает такая интересная особенность. У одного полипа исчезает, а у другого они остаются. И, конечно, поэтому я не даю общих рекомендаций, потому что, да, я говорю, иногда настойка чистотела, но опять же, видите, это токсический компонент, который нужно понимать, что если вы где-то перебрали или неправильно приготовленный, он может быть действительно токсином. Ну и та же полынь. И в одном случае, и здесь, наверное, даже еще зависит и от психотипов людей. Вот мы как-то с ребятами парились, и у двоих я в бане увидел папиллома под мышками. Я говорю, слушайте, это ненормально. А что нужно сделать? Я говорю, да попейте полынь, принеси. Я им дал как бы два одинаковых пакета, на следующую баню мы пришли. Один пропил у него исчезли, а у другого нет. А почему? Здесь, конечно, много факторов. Первый — это психотип человека. И даже понимание того, что это может помочь. Или, может быть, я неубедительно рассказал. Здесь вот еще от доктора зависит, насколько он убедительно. Вот пациенту расскажет, подскажет, чтобы тот это сделал. Ну и что же, у одного ушли, другого нет. И мы наблюдаем картину, когда человек с этим полипом в желчном пузыре начинает, мы говорим, давай с самого начала, начнем с того, что с шеи уберем. И вот человек начинает пропивать, даем ему рецепты, наблюдаем за ним, подстраиваем по количеству, сколько нужно, так сказать, вот этой травы на стакан воды для него лично. Ну вот и тогда мы видим, что с шеи сваливаются полипы, уходят, как ни странно, с толстого кишечника и уходят и из желчного пузыря. То есть, как бы, корни единые. Ну, это то, что мы наблюдаем. Конечно, я не говорю, что это за 100%, пусть даже это будет 50 или 60%, то это уже здорово. Можно пробовать. Но опять же, я говорю еще раз, напоминаю, обязательно должен быть специалист, который прошел у нас как бы подготовку, который знает вот эту тему. Теперь вот следующий вопрос. Александр Тимофеевич, хотелось бы услышать ваше мнение, как лечить вегетососудистую дистонию и панические атаки. И вот здесь вопрос тоже неоднозначный. Но вообще-то наша голова отвечает за многие процессы, которые происходят с нами. А вегетативная система управляет всем тем, что происходит в животе. И вот иногда их нужно перезагрузить. И чаще всего, конечно, это не только у нас, но я знаю специалистов, которые работают и по Москве, за счет холотропного дыхания. И когда в холотропном дыхании человек идет немножко, так скажем, перенасыщение углекислым газом или перенасыщение кислородом, будем так говорить, скорее всего кислородом. И человек уходит как бы в какое-то такое состояние интересное, когда начинают видеться миражи различные. И через двигательные, ну через мышцы или вербальные, человек начинает либо плакать, либо смеяться. Мышцы начинают его, заставляют его шевелиться, двигаться. И вот через эти движения происходит разряд вот того, что накопилось в голове. И мы замечали такие интересные моменты. Как только провели подобную терапию, руки в живот, а там плотный напряженный желудок и болезненный, он вдруг расслабился. Или аорта, которая была плотной и твердой тканью, она стала намного мягче. Оказалось бы, там холестерином покрыта изнутри аорта, она плотная и твердая, но вот это холестерин, он сформировался на фоне чего? Опять же, на фоне стрессов. И поэтому, конечно, и вегетососудистая система, она напрямую связана с нашими стрессами. Потому что взять вот непроизвольный мышечный тонус той же мышцы, сгибатели бедра или ППМ, или его еще в медицине называют или абсоус. Это мышца нервной системы. И если мы в стрессах, эта мышца напрягается так, что она вызывает компрессию позвонков. Вот представьте, она практически-то, как бы ее представительство в мышечных групп на всем поясничном отделе позвоночника. И вот когда эти мышцы начинают напрягаться, они вызывают такую компрессию, что, естественно, ущемляются нервные волокна. И вот тогда появляется тяжесть в нижних конечностях. Тогда возникает нарушение системы пищеварения. Тогда спина просто начинает болеть. Ну, а уже тут рефлексии начинают срабатывать разные. Ну, и, естественно, у человека возникает, ну, скажем так, и усталостный фон. Потому что, представьте, часть нервных волокон, оно может быть при ущемлении задействованы, предположим, те же почки. А вот правая почка, она регулирует газовый обмен, поддерживает газовый обмен. Если этот газовый обмен снижается, уровень углекислого газа снижается, то мы хоть кислородной подушкой дышим, то мы не можем надышаться. Наши органы не получают нужного кислорода. И вот тогда человек не может выспаться. Человек не может, скажем так, отдохнуть. Он не может отдыхать просто. Он проспал всю ночь, а ему кажется, что он и не испал ее. Это вот и такие физические депрессии. А на фоне физических депрессий развиваются еще и психические депрессии. Потому что одно неразрывно с другим. Вот такая вот интересная особенность. Теперь, можно ли применять висцеральной практике, если желчекаменная болезнь? Я считаю, что даже нужно. И даже нужно. Потому что, ну, бывает так, что народ приходит уже после 60 лет возраст. Кто-то после 70 лет. Конечно, обещать там, что все уйдет, все камни уйдут. Но нужно подготовить его так, ведь он, представьте, до 70 лет дожил, у него как лежали камни, они его не беспокоили. А на 70-м году вдруг они зашевелились. Так надо вернуть в исходную позицию, объяснить ему, что вот если будешь делать вот то-то, 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 вот посмотри, мы сняли напряжение с печени, сняли с области желчного пузыря. И что же происходит? У него все обезболилось. С малышами там попроще, предположим, чтобы показать. Или с молодежью. Продавили, сняли напряжение с желчного пузыря, попросили его присесть, у него коленки перестали хрустеть. И ты ему начинаешь объяснять, какая важная роль вот у этого желчного пузыря. И что нужно его оберегать, не просто так удалять, что природа, что Бог создал нас так, что это очень нужный орган, который должен нормально работать и должен уравновешивать функцию печени. Именно желчный пузырь ее уравновешивает. И если, конечно, желчный пузырь удаляется, то это, конечно, не очень хорошо для здоровья. Ну вот, но понимаете, здесь один недостаток, когда его удаляют, никто не компенсирует это удаление. И нужно обязательно пройти компенсацию, нужно так, чтобы, как реабилитация, чтобы все скомпенсировалось. Ведь представьте, вот взять крысу, печень такая объемная, что желчного пузыря у нее нет. Или там у лося тоже нет желчного пузыря. Но природа так заложила, что, ага, нет желчного пузыря, вот вам печень большая. И вот вопрос-то задается, можно ли висцеральную терапию применять при желчекаменной болезни? Конечно, можно, но при одном условии, если нет воспаления в желчном пузыре. Потому что во время воспаления стенки настолько, что они могут притормозить камень, который пришел туда к халидоху или вошел в халидох. Если нет воспаления, то здесь можно посмелее. Но опять же, здесь должен быть специалист, который уже прошел подготовку. Потому что представьте, что если камень застрянет, то здесь уже никуда не денешься без операции. Но можно сказать, что если к этому еще добавляются различные, скажем так, растворы, различные травы, то эффект еще выше становится. И, конечно, как-то был такой случай, когда я попытался женщину, у которой 86 лет, и камни в желчном. Ну, вот сколько времени мне бы понадобилось для того, чтобы убрать у нее камни. И где-то мы с ней прозанимались, наверное, сеансов 20 я провел, а потом она мне говорит, Александр Тимофеевич, я не приду больше, мне надоело ходить. Понимаете, у меня сейчас ничего не болит, я сейчас работаю в огороде и ем даже сало, а, кстати, иногда жиры. Ведь камни в желчном пузыре — это достояние веганцев и вегетарианцев. Поверьте, потому что вот столы рабочие, когда к нам приходят, и приходится убеждать, что нужно иногда жиры животного происхождения для того, чтобы желчь отделялась. Но если вы белки не кушаете, значит, должны быть животные, жир. Это может быть кусочек сала, это может быть масло, как в армии всем дают. Поэтому это нужно понимать. И каждое утро, а лучше всего утром, потому что желчь отделяется, желчный пузырь освобождается, ну вот, и за счет этого не формируются уже эти образования. Конечно, этот процесс, он многогранный, формирование камней, застой в области желчного. Даже здесь, если уж на то пошло, в какой-то степени виновата слабая левая почка, потому что она заряды изменяет, то есть, вернее, она поддерживает заряд эритроцитов. И если этот заряд падает, то меняются и электролитные свойства желчи. То есть, как она поддерживает заряд? Чтобы эритроциты не слипались между собой. И благодаря тому, что она, вот эта бухерная система поддерживает в таком состоянии, нет слипания, то желчь тоже друг по-другому выглядит. Как только она начинает склеиваться, слипаться, эритроциты, а мы под нативной микроскопией смотрим иногда кровь пациента и видим, как она вся агрегатирована, иногда удивляешься, надо же, эритроциты все слипшиеся, а человек живет. Вот такое поле, где ни одного лейкоцита не видно, а человек живет. И поэтому начинаются разные рекомендации по поводу того, чтобы побольше потреблял жидкости. Причем жидкость не должна быть кислой, то есть вода должна быть щелочью. То есть иногда лакмус и бумажку нужны. И особенно у тех пациентов, которые страдают камнями в почках, камнями в желчном пузыре, то вот здесь, конечно, нужно обязательно пить воду щелочную. Потому что все наши продукты выделения — это кислоты. Собственно, и, конечно, когда нарушается вот эта кислотность щелочной равновесия, вот тогда и формируются и камни. Но висцеральная терапия — это не противопоказание, а наоборот показание. И, конечно, еще в начало 90-х годов, это с 83-го года я работал на Мосметрострое, и даже мне там пришлось придумать устройство, аппарат, с помощью которого я, работая с камнями в желчном, могу сказать, что из 10 человек у 8 камней уходили. То есть мы, начальник Мосметростроя, он выдавал рабочим эти камни, то есть эти аппараты, вибрационные устройства, которые я одновременно разработал с Институтом Вишневского, лаборатория эндоскопии у них была тогда. Ну вот, и с помощью этого устройства я сам вынимал, а иногда просто этому человеку объяснял, что нужно делать, и он дома работал. А потом периодически приходил ко мне на осмотр, а дальше мы его направляли еще УЗИ сделать, и он видит, как камни уходят. Но сначала, прежде чем уйти, они разбухают, их увеличивается количество как бы в объеме, но эхонегативность у них меняется. А потом идет рассыпание, и с грязью они выходят. Это не значит о том, что жесткие они пошли, где-то там застряли. Вот это свойство камней в желчном пузыре. Но вот работая с патанатомами, то есть у них свое замечание, что если камни формируются в желчном пузыре, то, извините, камни могут формироваться и в печени. Но об этом уже говорят патанатомы на вскрытии. И поэтому не факт, что вы удалили камни из желчного пузыря, значит, вы счастливые. Нет, ребята, нужно поработать с печенью, убрать вот этот застой, который сформировал их, и только тогда говорить о том, что мое здоровье восстановилось. Так, теперь к следующему вопросу. Вот мастопатия и невроз. Вообще хороший вопрос. Мастопатия. Но прежде чем говорить про мастопатию, нужно, конечно, говорить о том, что между яичником и молочной железой очень тесная связь. И в то же время, представьте, вот сегодняшнее поколение женщин, они пользуются бюстиками. И чем туже бюстик, тем вероятность иметь такую мастопатию, она увеличивается. Ну и практически-то, если приходящие женщины, которых мы наблюдаем, нам приходится посылать их к гинекологу, потому что у многих фиброкистозные мастопатии, которые могут перейти в другое состояние. И практически здоровых женщин очень мало. И первое условие. Уберите пока бюстик. Наденьте маечку, которая нигде не передавливает кожу, потому что передавление кожи сопровождается застоем лимфы. Если примерно так, одеть резиновую, вот просто резинку на руку, и что с ней произойдет? Рука в конце дня отечет, пальцы будут сосисками, кровообращение остается, а лимфа-то не двигается. Ну и, естественно, движение лимфы, вообще-то, определяется, наверное, работой внутренних органов. Я хочу привести пример работы Павлова. Представьте, Павлов как бы не писал книг, но о нем писали, ну, скажем, манускриты. То есть описаны его лекции. И вот на этих лекциях он показывает студентам. Он берет собаку, укладывает ее на стол, в проток сюда вот, в лимфатический, вставляет трубку. И из трубки течет так называемый млечный сок, потому что он такого белого цвета. Он начинает разминать собачьи лапы. Передние лапы мнет, задние лапы мнет. И по капелькам чуть-чуть увеличивается движение лимфы. А теперь берет и начинает давить кишечник, то есть мять живот. И тут струйкой потекла лимфа. То есть пока у нас в животе все нормально работает, лимфатическое движение отличное, хорошее. И тем, кто занимается очисткой лимфатической системы, нужно не забывать о том, что живот это первичен. Ну и вот здесь спрашивают по поводу невроза. Конечно, невроз. Представьте, что почки, вот взять как пример, почки порождают страх. И пациенты, которые приходят со слабыми почками, ну, скажем так, проблемными почками, у них тогда есть общая особенность, они всего боятся. Но у почек есть еще одна особенность, так называемая рефлексия. То есть это мышцы, которые имеют отношение к почке. И чем более проблемные почки, тем больше напряжения этих мышц. И вот представьте, напряжение возникает на шее, напряжение возникает в грудном отделе, потому что там тоже представительство почек. Представьте, что напряжение возникает на пояснице, на нижних конечностях, напряженной мышечной ткани. И вот что же, в грудном отделе есть тот момент, когда напрягается эта мышца, она передавливает нервные волокна, которые управляют кровоснабжением, которые управляют кровоснабжением молочной железы. И в то же время, если рассматривать более глубже, то вот представьте, что я уже упоминал о том, что молочная железа связана и с яичниками у женщин, а у мужчин с яичками. И тоже наблюдаем нечто подобное. Но я пока мужчин не беру, в основном женщин. И в каком состоянии ее яичники, такая же грудь. Или какая грудь, такой яичник. А состояние яичника, с чем связано? А с тем, что, вот представьте, вот здесь вот артерии, вот взять аорта, здесь подвздошные артерии, от которых питаются органы малого таза, вот отсюда, да. И часть идет уже в нижние конечности, вот проще, наверное, здесь рассмотреть. Вот здесь, здесь и здесь. А вот здесь маточные артерии, которые обеспечивают матку кровью. И в то же время, вот здесь, вот эти вот артерии, они имеют отношение, это как бы к яичнику. Они обеспечивают яичник кровью. А теперь представьте, что вот здесь лежит желудок. Вот так лежит желудок, то есть вот так лежит желудок, который иногда чуть-чуть сместился, и он передавил эти артерии. Этого достаточно, чтобы снизилось кровоснабжение яичника. И если яичник плохо кровоснабжается, то возникает проблема. И вот тогда начинаются фиброкистозы, тогда возникают проблемы с яичниками. А у мужчин с яичком, как ни странно. И вот тогда меняется уровень тестостерона, и на руке это все написано. И если вы посмотрите предыдущие мои лекции, где по пальцам можно рассказать, что доминирует. Бывает так, что женщина приходит, у нее тестостерон выше, чем количество эстрогенов. А мужчина тоже бывает, приходит, у него эстрогенов больше, чем тестостерона. И это все связано чаще всего с кровообращением. И поэтому не зря поговорка русская существует, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Да, потому что напряженный желудок, он передавливает вот эти вот артерии, с этой и с этой стороны, а тем более, если анатомически они находятся чуть-чуть повыше, у кого так, у кого немножко пониже. Ну и вот возникает такая проблема, когда и у мужчин тоже геникомастия развивается. А почему? Кровь не идет к яичкам, эстрогенов становится больше, и тогда грудь начинает расти. А если он еще попивает пиво, то куда деваться-то? Ну вот, и тогда количество эстрогенов. И теперь еще, если почки вызывают страхи, внутреннюю тревогу, ведь живот — это второй мозг, свыше 200 миллионов нейронов в животе. И многие эмоции наши, они находятся в животе. И вот во время стресса, стресс обязательно реагирует и почки. И опять же, возникает избыточное напряжение в области спины грудного отдела, там, где идет сдавление нервных волокон, которое обеспечивает кровью эти молочные железы. Вот вам и связь непосредственно с нервной системой. И если женщина постоянно в раздрае, в напряжении, да плюс еще, если действительно в животе бардак безобразия, то есть и спазмированный желудок, то вот, пожалуйста, и проблема, которая хирургически начинает решаться. Правда, вопрос-то коротенький, а ответ был длинный. Но я постараюсь не затягивать, потому что, когда, наверное, много говоришь, люди устают. И вот здесь, здравствуйте, как обойтись, убрать страхи и боль в позвоночнике? Артроз, протрузии. Здесь можно одной фразой приведите живот в порядок. Потому что все боли в спине это проблема, в первую очередь, внутренних органов. Тот же или апсоус. Мышца, которая идет, жалко на плакате, в следующий раз я покажу. Мышца, которая крепится вот на уровне нашего там 12-го ребра, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го поясничных. И, конечно, когда идет напряжение, идет сдавление, протрузии. То есть и тогда, ведь что вызывает протрузии? Напряженные мышцы. И вот представьте, эта мышца настолько напряженная, что она вызывает вот эти смещения, искажения, перекосы таза. Таз, смотришь, с одной стороны выдернутый, или ягодичные складки. Одна складка выше, другая ниже. Вот вам перекос таза. И, конечно, роды будут уже тяжелее, забеременеть женщине тяжелее. Но это все напряжение здесь. И плюс еще боли в позвоночнике. А что болит? Болит нервное волокно. Нервное волокно, которое ущемилось. И представьте, что мы так интересно устроены, что у нас нерв именно на оболочке. По оболочке передаются импульсы. И если мышца передавила оболочку, импульсы перестали проходить, сосуды схлапываются. И вот тогда возникает боль. А вот уже, когда истинная грыжа, то есть, когда грыжа выдавила нервное волокно, то первое нервное волокно, оно двигательное, идущее вдоль позвоночника. И представьте, первое должно, что происходит? Начинает шлепать нога, но ничего не болит, нога не болит. Она просто не поддается, она идет человеку, нога шлепает. Это вот истинная грыжа. Вот здесь, да, нужно подумать про операцию, нужно подумать про лечение, которое должно непосредственно идти с хирургией рядом, или там еще какими-то вариантами. Но все боли, которые возникают в нижних конечностях и поясницах, это в основном проблема внутренних органов. И когда они приходят в порядок, боли обычно уходят, исчезают. Ну, и естественно, ведь у нас часто бывает так, что вот это длительное напряжение, а люди приходят, в которых почки страдают 10 лет, 20 лет, и мышцы там поменялись, они изменили свое состояние, то есть, они не просто там мышечная группа стала, а сформировался миофиброз за счет длительного напряжения, или миогилоз, то есть, как сплошные струны, рубцы, натяжение, и вот приходится уже с ними заниматься, чтобы их как-то вернуть в исходную позицию. Конечно, это не всегда приятно, потому что они болезненные, и поэтому кто-то из пациентов готов терпеть, а кто не готов. Ну, не готов, мы снимаем боль, конечно, мы ему объясняем, что это временное, и ему приходится либо к нам обращаться, либо еще к кому-то, но здесь уговариваешься, давай, потерпи немножко, или давай я тебе напишу, что делать, где нужно и прикатор лепко, где нужно и в бане полежать, где-то ударный динамический массаж по Максимову сделать, где, и, конечно, пациент начинает выбирать, у него есть выбор. Так, теперь, вот здесь, здравствуйте, как убрать страхи, боль в позвоночнике, артроз протрузии. И еще артроз. Артроз, чаще всего, тазобедренного сустава, особенно левый, он часто, вот по нашим наблюдениям, связан с тем, что плохо кровоснабжаемые суставные сумки, потому что, к сожалению, вот мы так устроены, вообще-то, это может быть для нас, к сожалению, но анатомическая особенность, если взять тазобедренный сустав, вот головку тазобедренного сустава, то в этой головке нет ни одного кровеносного сосуда. А как же питание осчисляется, если сосудов кровеносных нет в косте? А питание осчисляется за счет электростатического электричества, которое происходит во время движения крови по суставной сумке. И поэтому первое, что нужно, вот здесь пишут, а как это пролечить? А нужно восстановить суставную сумку, нужно сделать так, чтобы кровь пришла, чтобы кровь омывала это все, и тогда сумка имеет возможность ее восстановления. Конечно, там существует множество еще таких моментов, как поражение, как ни странно, суставы поражаются и герпесом. И часто там, где артрозный коленный сустав, предположим, или тазобедренный, поставив банки на какое-то время, на 20-25 минут, такие волдыри вылазят. Мне говорят, Александр Тимофеевич, волдыри-то, вот мы брали соскоб, а герпеса-то нет. Я говорю, нет, а вы возьмите с генитального герпеса, когда приходят с волдырями на гениталиях, возьмите с этой жидкости, вы найдете там герпес? Или на губе, когда здесь волдыри, возьмите отсюда соскоб, вы тоже герпеса не найдете. Поэтому, кто из нас прав, вот здесь вопрос очень интересный. Но самое-то интересное, что сустав начинает восстанавливаться, если мы даем нормальное ему кровоснабжение. И опять же, здесь, кроме того, что мы должны отработать еще печень с желчным пузырем, чтобы желчь нормально истекала, потому что она является смазующими компонентами, она является тем средством, которое, ну, скажем так, облегчает работу наших суставов. И я не знаю, вот сейчас в аптеках продаются, не продаются, но лет 20 назад в аптеках продавалась бычья желчь. Для чего? Если коленка заболевает, аппликацию этой бычьей желчью сделали, коленка лучше. И такой фокус, когда ребенок присел, у него закрепели колени, взяли, продавили печеночку, расслабили луковицы, 12 перстней кишки, продавили печеночку, сняли напряжение с тела желчного пузыря, а теперь просим, ну-ка присядь, Вовочка. Вова присел, а коленки-то не хрустят. А до этого он приседал, они у него хрустели. А почему? Вот пока мы разговаривали, пока что-то там делали, желчь поступила, как смазка, и вот обычно там, где нет смазки, попробуйте проехать на автомобиле, у которого нет смазки, в коробке передач. Она полетит, а масло заливаете, вы ездите, там 500 тысяч мужик проехал, ни разу не сменив масло в коробке передач. Ну, она нормально работает. Ну вот, а когда ее вскрыли, она, конечно, полна стружек, но она, как смазующий компонент, продолжает работать. Так и здесь тоже. Наша желчь, она участник всего, и если у вас взяли руку в кулак, сжали, и все захрустело, затрещало, то, извините меня, здесь чаще всего проблема печени и желчной, с которыми нужно работать. Ну, конечно, я ни в коем случае не исключаю и травмы, потому что сам в прошлом, если мастер спорта, я знаю, что вот у меня в некоторых позициях щелкает, но у меня была травма там. Ну, ты понимаешь, что травма была, но и то щелкать перестало только потому, что, чтобы пролечить это, я использовал пчелу. А вот у пчелы есть, и здесь вот спрашивают, а как лечить, да? Так вот, одно из самых древних лечений, это лечение пчелами. Конечно, здесь нужно учитывать, чтобы не было аллергических реакций, подготовить человека. И опять, чтобы подготовить, нужно подготовить живот, чтобы лучше работали. И, конечно, обязательно, есть, конечно, разные системы постановок. Есть прямые, есть косвенные, но это уже специалист. И если специалист знает эту тему, и он начинает ставить пчел на суставы, то гиалиновая поверхность начинает восстанавливаться, а самое главное, что связочный аппарат начинает, если он там где-то надрыв образовался, он начинает, надрыв уходит, связки подтягиваются, сустав меньше болтается. Я, наверное, задержался долго на этой теме. И вот следующая тема – это диастаз. Что такое диастаз? Это практически-то грыжа. Грыжа – белая линия живота. Часто бывает у беременных женщин. Но ведь мы наблюдаем эти диастазы у детей, мы наблюдаем эти диастазы и у взрослых, и у молодежи, и тех, кто тренируется, и тех, кто не тренируется. Так а что это такое? Так вот, как один из вариантов, я ссылаюсь на работы Лурье. Лурье в свое время – это известный физиолог. Он занимался этой деятельностью где-то в 60-х годах. Вскрывая умерших, он наблюдал, что если у умершего присутствовала диастаза, то обязательно либо грыжа диафрагмальная, либо грыжа пищевода, либо грыжа тела желудка. И поэтому опять возвращаемся к животу. Вот для того, чтобы эти диастазы убрать, то вот здесь нужно поработать. Но мы должны с вами понимать, что вот эта диастаза – это несостоятельность, опять же, соединительность ткани. И опять, а где же тогда медь-то? Так вот, медь нужна. И ведь представьте, если взять 900-е годы прошлого столетия, все крестьяне, священники, они носили медные кресты. Вот я ношу тоже, казалось бы, вот кольцо или вот это украшение. Вы думаете, я люблю эти украшения? Нет, они индикаторы. И если она позеленела, значит, дефицит меди. Значит, я сегодня много поработал, и обычно, если много ты работаешь, особенно если работаешь мозгами, то представьте, что 3-4 миллиграмма меди вообще нужно человеку ежедневно, а вот когда мозг работает, он потребляет больше, около 9 миллиграмм. И, естественно, эта медь нужна везде, и цвет желчи зеленой определяется медью. И если начать чистить желчный пузырь, то можно вызвать что? Отек мозга, потому что желчь, она участвует и в том процессе. То есть дефект соединительных тканей и всего прочего. И поэтому, конечно, а с чем связано, что у детей диастаза? А дети часто, их родители кормят, но неправильно. И представьте, обычно так, когда приходят, ребенка приводят с раздутым животом, пуп разошелся. Они говорят, Александр Тимофеевич, вот надо пуп пролечить. Я говорю, давайте-ка положим Леночку. на стол положили. Леночка, приподними голову. Она приподнимает голову, а там диастаз. Я говорю, и что же, вам предлагается операция, вот этому ребеночку операция, по поводу того, чтобы сетку поставить. Но ведь ребенку-то 6 или 7 лет, а дальше что он растет? И что же? Здесь первое, на что обращается внимание, нужно, чтобы вот этого газа, который в животе, у ребенка не было. Потому что газ — это яд, это токсины. И на подавление этих токсинов организм нашего тела расходует микроэлементы. И тогда возникает проблема с микроэлементами. И вот тогда нужно и железо, и медь. У женщины тоже начинает страдать, если живот постоянно дует газом, то мы наблюдаем такие проблемы, как, предположим, низкий гемоглобин, низкий уровень железа. Почему? Да потому что все расходуется на подавление вот этого токсина, который формируется. И работы Витебского, академика, он по первому образованию хирург, а потом стал гастроэнтерологом. Мировая величина. Он пишет в своих работах о том, что кишечник способен удлиниться в 7 раз. А представьте, толстая кишка способна увеличиться в 49 раз. Это пишет авторитет. Итак, уважаемые господа, я отчитал вот этот раздел. Конечно, я не все вопросы здесь рассмотрел. Видите, их сколько много. Но я старался взять те вопросы, которые повторялись несколько раз. Ну и поэтому, конечно, ждем ваших писем. И если где-то мы находим такие, ну и, может быть, даже более подробно объяснить, для того, чтобы вы могли попробовать дома использовать вот эти практики. конечно, здесь нужен обязательно специалист, который бы вам подсказал, помог. Ну вот. Ну и я хотел бы вас пригласить на конференцию, которая будет проходить 1-2 октября в Измайлова, ну вот, где соберутся лучшие специалисты России и Европы. Я, возможно, даже и приедут с Канады, с Америки, я предполагаю. Ну вот. И есть будет о чем поговорить и задать вопросы этим специалистам, потому что многие из них, они уже на таком уровне, что могут решать те задачи, которые, ну, скажем так, не решает наша современная медицина. Ну вот. Примерно так. До встречи. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok